Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Это еще одно видео. Видео на ваши комментарии. Я хочу его прочитать. Я хочу его еще прокомментировать. Хотелось бы конечно многое рассказать. Ну ладно, послушайте. Начнем, а там оно само начнет подсказывать. Итак, пользовательница напричь-то о здоровье пишет. Всем здравия. Случайно на ютубе обнаружила видео. Подписалась. Кстати, по-моему, 10 лет уже каналу, если не больше. Хотя интересно было бы посмотреть. Давайте-ка посмотрим. А то все там справляют десятилетия. Что у меня? Аналитика по каналу. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Яндекс. Ну давайте Яндекс запустим. Так, запустим, запустим. Ютуб. 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 Так, Ютуб есть вроде как Ютуб. Ютуб. Ютуб, Ютуб, Ютуб. Это у нас Ютуб. Скачать тут блаузер. И на Ютубе найти. На Ютуб. Найти. На Ютуб. Найти. На Лахо. Так. Мой мозончик. Здоровый образ жизни. Плэдис целой. Так, видео. Официальный канал. О, дата регистрации 26 октября 2011 года. То есть канал существует очень и очень давно. Да? Не то, что сейчас. Подписалась. Прошло более 20 лет, как я использовал рекомендации Геннадия Петровича. И вот очень интересно послушать, ну, как эти рекомендации работают. Ну и прочие отзывы, да? И сейчас есть возможность написать, что я очень благодарна за эти труды. Поделюсь своим опытом. В 2000 году официальная медицина за некомпетентностью отказалась мне помочь в моих проблемах по гинекологическому заболеванию. Ну, знаете, как-то вот вообще-то странно. Я вот всё говорю. А почему люди обращаются к народной медицине? Почему они обращаются вот так? Говорят, к блогерам, которые ведут какие-то там каналы по здоровью. Почему? Да потому что вынуждение вот так вот обращаются и, пожалуйста, получают непонятно что. Ну, дальше ещё почитаем непонятно что. Вот взят последний пример Евгения Кунгурова. Ну, я же с ним знаком. Я же всё ж мы видели такие мы на канале, неоднократно встречалась. Он же обратился к специалистам, чтобы в чём-то там помогли, чё-то там разобрались. Если это. И оказывается, что специалисты, они просто-напросто завели человека в тупик. И это не единичный случай. Если взять у Майкла Джексона то же самое тупик со всем этим лечением. В 49 лет и нету человека. Память подскажет ещё там достаточно множество примеров. Ну, вот обращаемся. Ну, что делайте к этому? И я всё привожу вам в случай с полипами у моего знакомого. Взяли, отрезали одну треть толстого кишечника, управились. Всё. Хотя можно и вывести полипы без всяких там операций. Не хочу сказать, что это в 100% случаев. Но, тем не менее, в палате лежали молодые женщины на удаление своих детородных органов. А мне было уже 40. Ну, позвольте, вот знаете, удалить молодой женщине детородные органы. Ну, она и сейчас так. А раньше вообще бесплодная женщина, она никому не нужна. То есть на человеке ставили крест. Всё, она, она вот какая-то, знаете, вот. Вот, у меня даже слов нет. Просто я руками махаю и всё. Как жить дальше? Судьба? Что? Чё? Семья была? Распалась? Или ещё там что-то там такое? Ну, короче, ужас. Ужас. И почему вот удалять детородные органы? Как бы, а нету каких-то других подходов? Вот только вот такой вот. Вот, смотрите, мы застаём, вот, грубо говоря, как лечение с этими полипами. Только удалять. И не просто удалять, а удалять вот вместе с кишечником. А как дальше жить? Вот как дальше жить этим женщинам? И сейчас эта картина ещё в большей масштабе. А существует ведь знание, что как-то можно своему организму помочь. И это знание не используется. А вот наши, вот наши мы, мыки, сами мрут, понимаете? И других делают инвалидами. Но я отказалась и выписалась. И в ближайшие дни с мужем поехали в храм. Там это очень хорошо, что всё-таки семья, идёт какая-то поддержка. То есть вы зацепились друг за друга, пытаетесь как-то помочь. А не просто, знаете, вот-вот раз, расстались на этой почве и всё. Там я чисто интуитивно остановилась перед иконой Божьей Матери и слёзы полились. Вот для того, чтобы получить какую-то помощь, которую вы не знаете, откуда получить, вот надо, естественно, обратиться в более высокие инстанции, нежели те, которые вам сказали, сейчас мы удалим и дальше живи как хочешь. Это же, смотрите, вот у женщин удалили там, по каким-то там причинам, вот эти детородные органы, детей нет. Муж тоже, знаете, у него в голове, как вы знаете, он вроде бы нормальный, он мог бы иметь этих детей, всё это хорошо, семья. А его лишают отцовства. И вот тут тогда проблемы. А нужно ли с такой женой, когда я молод, всё у меня в порядке, да, с другой там. А эта женщина уже всё, ну всё, понимаете, вот, ну слов не хватает, да. Так вот, когда мы обращаемся к более высшим инстанциям, вот там, знаете, может произойти такая интересная подсказка, о которой вы даже и не догадываетесь. Пути Господни неисповедимы. Как они вам подскажут. Лишь бы вы как-то, как-то вот на эту подсказку обратили своё внимание. И вот она, вот она подсказочка. По пути домой зашла в лавку здоровья. И там мне на глаза попался календарь для женщин за 2000 год. Вот, вы знаете, вот только из-за того, вот из-за этого, говорит, письма, я, как бы сказать, рад тому, что всё-таки моя задумка о календарях, которые я в женских календарях вообще сделал, она реализовалась. Можно писать, 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 а что, что, как. Вот реализовалось это. Значит, календарь для женщин, 2000 год, Малахова, ГП. В ней я нашла то, что меня волновало. Вот она, подсказочка, как и сработала. Начала очистить желудочно-кишечный тракт. Печень до посинения. Если вы видите, что... Тут не говорится, что там было до этого. То есть человек приходит, и я в который раз говорю к этому состоянию, закономерно. Он закономерно пришёл, он нажил их своей предыдущей жизнью, образом жизнью, и потом удивляется. А почему же я теперь сталкиваюсь с тем, что удаляются органы, и я становлюсь, ну, будем говорить, каким-то никем, неизвестно, что дальше с моей судьбой будет, как быть, как жить. И вот, пожалуйста, значит, чистки. То есть, я хотел сказать, что до этого было не сказано. Значит, когда человек начинает чиститься, то он своими глазами, вы знаете, одно дело вас лечат, и что-то вам говорят. О, вот это, вот это. Анализы то-то показывают, что-то показывают. А чувствуете, вы не чувствуете. А тут вы видите, что у вас выходит из желудочно-кишечного тракта. Что у вас выходит при чистке печени. И вы, когда это всё видите, перед глазами всё это, тогда, конечно, начинаете, понимаете, что надо тут чистить до посинения, пока вот это всё не станет. Пока организм за счёт этих чисток не начнёт нормально работать. И сразу вот тут я хочу сказать. Я всё задаю сам себе вопрос уже неоднократно, не один год. Ну почему я, вот столько людей, вроде образованных, вроде ещё каких-то, а почему выбор на меня пал? Что я создал систему естественного оздоровления организма, которая работает. Да, есть разные системы естественного оздоровления организма, но моя работает, потому что внимание уделено физиологии и внимание уделено на основные узлы в организме человека, которые в первую очередь дают сбой. Это кишечник и это печень. Как это мы только почистили и нормализовали питание, и некоторые там другие вещи, добавили движение. Да организм сам начинает работать и всё у него восстанавливается. Не надо ничего там отрезать, не надо людей делать инвалидами. Ау-у-у. И знаете, меня как-то особо никто и не поддерживает. Вот там вот медицина существует, она там о-о-о-о, мы. Да существует другая медицина, существуют другие знания. Итак, поменяла питание на раздельное. Питьё до еды. Это всё для того, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта. Лучше перевариваться без всяких там каких-то креонов, мионов и ферментов, которые вы едите. Якобы улучшает пищеварение. На самом деле, ваш желудочно-кишечный тракт работает после этого хуже. А зачем ему вырабатывать свои собственные ферменты или ещё что-то такого, когда за вас вот что-то там приняли, что-то там сделали. Якобы всё нормально, якобы всё хорошо. А потом он вообще ничего не делает. Как знаете, вот слабительный принимает, принимает. А потом и слабительный не принимает. Человек, извините за выражение, хотел сказать. Пра-ра-ра. Ну ладно. И так точно он не может переваривать. Из-за того, что вот так вот ему, да, вот принял там и в мизинчике, всё, он у тебя такой бджик-джик-джик и всё. Раз, другой, третий, пятый, десятый и всё. А потом без него уже ты ничего не можешь сделать. А тут, смотрите, раздельное питание, если вы слабы, это облегчает работу вашего желудка. Питьё до еды. Так же не мешает вашему желудку, всё это переваривает. Соки эти выделяются. Начинается пищеварение. Вы тут кружечку пива или чая накатили с компотом. И всё разбавилось. Сколько раз я об этом говорю. Вот. Молилась высшим силам о помощи. Боли прошли. Правильно, правильно. И надо взаимодействовать. Мы есть ничто иное, как ихний продукт. Ещё сколько раз я вам уже опять говорил. Клеточка в организме, как говорит наука, она живая. Если её подсадить там в какой-нибудь раствор, она там начнёт, грубо говоря, там плодиться или ещё. Ну, какие-то клетки плодятся, размножаются, а какие-то нет. При этом организм создал эту клетку. Так вот мы живём в таком огромном организме под названием Вселенная, которая создал человека для себя, для нужды Вселенной. А не человек думает, что Вселенная для него. Она ему и показывает, вот так вот, как надо это самое, поменять с ног на голову, чтобы всё это дело заработать. Кому же обращаться, как не к ним, кто даёт тебе силы. То есть клеточка обращается к организму, потому что он её кормит, он всё ей даёт. Так и мы должны обратиться, если мы вот не знаем, не можем. Вот. Это целая наука, она очень хорошо разработана. Мы просто применяем самые простые вещи. Самые-самые. Итак, боли ушли и неожиданно. А я бы сказал теперь, закономерно. В 42 я забеременела, родила здорового малыша. В 40 лет! Когда не работала своя голова. Когда вот, знаете, вот одно знание вам показали, мы вам удаляем, грубо говоря, матку. И на этом мы вам помогаем. Я со своей стороны даже не хочу сказать, что это моё знание. Но вот это, знаете, пазлы, которые сложил я из вот этих вот всех этих знаний, по естественному здоровью их сложил так, чтобы они заработали. Я, грубо говоря, предложил бы, можно было бы вначале сказать, вот женщина пришла там в 2000 году и сказали, удаляем тебе все эти деторудные органы и всё. А я сказал, слушай, а мы оставим, и ты ещё будешь здоровый и родишь. Вот кто бы, кто поверил бы? Медикам, которые стоят, да мы закончили институты, да мы мыки, мы такие это. Кто это такой? Они всё у меня там слесарь и так далее. Они хотят, грубо говоря, признать, что я закончил институт физической культуры и спорта. Но даже не это главное, что я тот человек, который любит знания и сам себя образовал. Самообразование, которое должно работать так, знаете, не просто для того, чтобы сделать человека инвалидом, а для того, чтобы он был здоровый и дальше процветал. Вот они два знания, вот они в 2000 году удаляем и катись ты куда хочешь, как и живы. И я говорю, да у тебя всё получится, да у тебя всё сделаем, это всё можно сделать. И вот они, вот, 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 и это сейчас происходит, это сейчас происходит. А кто мне помогает вообще-то? Да только вот оттуда, как бы сказать, и чувствуется помощь. Ладно, так вот, неожиданно, это не неожиданность, а это закономерный итог проделанной работы. Чтобы вы понимали, закономерный итог проделанной работы по нормализации работы своего организма. Ничего не надо там что-то там такое удалять, подшивать, что-то там улучшать. Просто нормализовать. И для этого используются чистки, питание, движение, там, против паразитов, если надо, и сознание, самая первая сила, что можно, можно получить знания, применять. Вот, смотрите, здоровый малыш. Вот, можно сказать, я его крёстный отец. За это время перепробовала и другие снадобня. Полынь, керосин и другое. Ну, о чём, допустим, я говорю, почему я разъяснял про полынь вам, почему я разъяснял про керосин и про другое, что и можно это использовать. С возрастом ещё после ковида появились боли в суставах. Ну, тут человек, бывает так, он поработал над собой, получил, а потом потихонечку всё это сходит на нет. Ну, у меня самого такое было, что там говорить. Да. Добавила к очистительным дням интервальное голодание, дыхательные практики, физические упражнения на все группы мышц. Молодец. Видите, когда начинает голова работать, человек понимает, что надо сделать. Сейчас и с этим проблемы решены. А как мне почистить суставы? Да надо просто нормализовать работу организма, и суставы сами очистятся. И вот простой путь, который изложен в моих книгах. Кишечник чистим, печень закрепляем питанием, движением, если надо, противопаразитарку и прочее. Далее. Всех простила, отпустила, принимая людей такими, какими они есть. Радуюсь каждому дню, что даёт Создатель. Вот она правильно. Простить, чтобы не было вот этих привязок. Человек, который не простил, он постоянно отдаёт свою энергию, потому что мыслит, вот этот мне должен, а вот этот то сделал, а этот тоже мне дорогу перешёл. И он окружён вот такой, знаете, смогом вот этих вот проблем, которые его высасывают, потому что он сам это поддерживает. И вот хорошее слово. Всех простила, это одна часть. А дальше, когда ты прощаешь всех, отпустила. Всё, они пошли сами. А вы сами остались со своей жизненной энергией. Никого, ни на кого не отдаёте. Принимая людей такими, какие они есть. Отлично, не надо что-то заведомо думать, что он хороший, или думать, что он плохой. Вот такой, как есть. И познакомившись с ним, какой он есть, тем самым вы дальше, как бы сказать, у вас в голове создаётся план действия. Дружить с ним, не дружить с ним. И всё, не надо что-то там такое. Какие-то надежды и прочее, прочее. И далее, радуюсь каждому дню, что даёт Создатель. Именно, именно Создатель. Наш Он создал. Не зря Он называется Создатель. И Он создал нас под Себя. И создал Он нас с радостью. И поэтому именно вот эту вот эмоцию, особенно возвышенную эмоцию, которая соединяет нас с Создателем, это возвышенная радость от того, что вы просто вот они, вы существуете. Что вам даёт дыхание, что вам даёт вот эту саму жизнь, что у вас сердечко бьётся, всё у вас там переваривается. И имеется кое-какая одежда на вас. Да, Он ещё там, допустим, домик привалил, там машинку, там. Ну и всё это вот хурду-бурду, которую люди считают, якобы там богатство. Да, это ссор для Создателя. Итак, Геннадий Петрович, все эти годы с теплотой от души благодарила вас и Всевышнего за то, что указали мне путь спасения. Оказывается, вот в нашем вот просветлённом, просвещённом, цивилизованном мире надо ещё искать путь спасения. Потому что кругом одна ложь, одна ложь, которая так, знаете, и зовёт себя в свои сети, да возьми кредит, да вот это вот что-то купи, да вот это что-то сделай, да мы ещё тебе что-то там дадим, да ещё ты там что-то там такое делаешь, облагородим тебя, мы тебя омолодим, мы тебе ещё что-то, ещё что-то там сделаем. А на поверку только, чтобы с тебя что-то поймете, если у тебя что-то нет. И, знаете, вот эта цивилизация свою изнанку показывает, а если у тебя ничего нету, и ты, и ты тогда, ну хочется так сказать, и нафиг нам не нужен, ты никто, ты ничто. И в голове вот только то, что надо вот лезть туда, взять деньги, колябаться, что-то тут такое делать, и тогда это. А вдобавок на тебе ещё все остальные службы, ага, ЖКХ, ага, медицина, ага, тут это, ага, придумаем какие-нибудь планомерные осмотры, ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то, якобы тебе во благо. А где это благо, когда говорят, та же онкология молодеет и растёт и всё больше, заболевания вот так стремительно развиваются, несмотря на модные процедуры и так далее, и так далее. Оказывается, это всё ложные пути, которые ведут в тупик. Всего этого надо найти путь спасения. Всех благ вам, вашей семье, благодарю. И пожелание всем, кто неравнодушен к себе, своему здоровью. Первое. Полюбите себя, как творца своей жизни. Да, именно, ой, как правильно сказано. Вы творите свою собственную жизнь. Вы начинаете это делать с помощью мыслей, с помощью дальше поступков. Ваши поступки уже слагают вашу судьбу, которая будет благоприятной или неблагоприятной. Учитесь правильно мыслить. И прежде всего, конечно, любите себя. Раз вы любите себя, вы будете любить и других людей, и понимать. Необходимо слушать и слышать свой организм. О чём я вам говорю. Вы вот встали, и, так сказать, самодиагностика должна работать на автомате. И подсказывать, да, вот что-то тут я в туалет не сходил вовремя, что-то там такое, ага, надо то там сделать. Ага, вот тут у меня что-то там немножко там, допустим, приболело, прихватило, тут там кольнуло, ага, что-то там такое надо, да, это самое. Обратите на это внимание. А не просто так, кольнуло, да и всё, я ей сейчас таблеточку приму, боль прошла, о, и дальше. И до тех пор это всё делается. Я уже неоднократно, говорит, болит спина, таблетки от боли. Заболел жерудок, замал им там язвы, чуть не умер, ага, откачали. Далее идут, значит, спина-то болит, уколы. Уколы сердечко прихватило, в конце концов. Ну, хрен с ним тоже как-то откачали. Ну, что дальше? А менять ничего не буду, ничего не буду, да вы что? Но наше тело, сосуд, храм для души, данный свыше. Ну, тут немножечко я бы сказал так. Он не дан нам свыше, а душа, или, вернее, дух, который пришёл на эту землю, воплотившись в очередное, значит, жизненное воплощение, он строит под себя тело. Можно, да, сказать, это храм для души, это вот, 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 якобы для души. На самом деле это всё, всё от Творца дано. Творец выделяет свою частицу в виде духа. И этот дух уже строит под себя на одну жизнь и тело, и далее формируется душа в нём. Это важно понимать, что душа – это не вечная субстанция, вечен дух. Душа с сознанием формируется на определённую жизнь, не более, как и тело. Кто-то согласен, кто-то не согласен, ну, порассуждайте, короче, на эту тему, да? Не кидать в него, что попало, правильно, немысленно. Вот мы что-то подумали, да ладно, там что-то там такое, там, знаете, какие-то слова. Я уже вам говорил, многие слова настолько, да не все слова, настолько сильно отзываются на жизнедеятельности нашего организма. Одни могут вообще подавлять её, стопорить. Другие могут, наоборот, вот особенно радость, улучшать, убыстрять, вот, все эти физиологические процессы, делать их здоровее. А не, наоборот, а не подавлять и не стопорить. Мысление, молодец. Не слова бранные. Слова, естественно, я вам всё говорю, вот методика работы с красивыми словами. Кстати, я её подзабросил. Вот я вам показывал красивые слова. Вот смотрите, сколько из этой книжки я исписал. То есть я выбрал там сто с лишним слов и пишу, какой я красивый, какой я хороший, какой я умный, какой всё у меня ладится. И в таком духе, то есть я окружаю себя. А урай, окружаю. То есть можно себя окружить вещами. Как вы видите, у меня тут эти камеры. Ты хочешь снимать? Ну на тебе, вот одна камера. Вот другая камера. Вот третья камера. Четвёртая. Пятая. Шестая. Седьмую я там... Да, он на время попользуется. Седьмая, да? Восьмая. Кэнон Марк 3. Да на тебе. Делай. Снимай. Что-то там такое. Вот. То есть... А вы ещё окружаете себя вот этим, так сказать, менталитетом. Вы окружаете себя аурой, которая притягивает к вам. То есть аура совсем по-другому взаимодействует. С помощью... С пространством. Взаимодействие с пространством осуществляется только на мысленно-словесном уровне. В основном даже на мысленно. Так. Ни еду не потребную. То есть да, он там разберётся. Хоп. И как. Как в мусорный, знаете, бак. Набросали туда разного бакша. И он там пыхтит. А мы тут думаем, ну работает. Это что-то тут. Вот дует тут. Газы выделяются там. А на что-нибудь там примем и так далее. Размножаем себе вот это вот всё бяку каков. А потом удивляемся. И руки пусть творят только благие дела. Вот именно. Не хочу распространяться, потому что тут сразу что-нибудь там это самое придумают. Так. Бог поругаем не бывает. Не бывает. А как вот просто, знаете, вот творец, создатель, он же Бог. То есть одни и те же слова описывают одно и то же явление. Живой организм вселенной, который нас создал. Да как же мы можем, вот когда начинаешь это осознать, как же мы можем, будем говорить, его там ругать. Или ругать другого человека. Потому что через другого человека я давлю, вот допустим, там на Маню, Клаву, Жору, там Мишу, вот они такие. Я на них. То есть я, одна клеточка в организме давит на другую и думает, что она борется только с этой клеточкой. Да через неё она воздействует на весь организм. Естественно, идёт возмущение. А что ж ты делаешь? И вот тут-то, тут-то начинает вершиться карма. Как вы надавили, оно давит и на вас. Это такие, знаете, очень интересные такие тонкие процессы, которые для меня как-то стали проясняться, проясняться, проясняться. А то было, ну всё непонятно, всё-всё темно, всё неясно, почему, что и как. И даже на растения, и даже на насекомые, и других животных, которых там, ага, можно лягушек пострелять там с воздушки, по воробьём пыльнуть с рогатки, жука там раздавить. Я как-то перестал это делать, даже рыбу перестал ловить. Потому что червяка жалко на этот самый крючок сажать и туда. Чё мне, есть не хватает. Ну, примерно так. Бог поругаем не бывает, чтобы вы это как-то разъяснили себе. А вот мы болезни от всего неугодного приобретаем. Я также для себя разобрал и понятие болезни. Что такое болезнь? Болезнь, особенно в начале. Можно её, конечно, запустить, с этим делом примириться. Так, грубо говоря, нога заболела, отрежем ногу, ставим протесты и дальше будем жить. Или там сустав поменяем, или ещё что-нибудь там. Вот у вас что-то началось. Началось. И вам уже с помощью боли, потому что, знаете, по-разумному, так сказать, по-мирному к вам и ко мне не достучаться. Чтобы вы начали что-то делать такое. Что-то в голове меняться и вообще. Вот должна возникнуть боль в организме, которая свербит, которая не даёт вам, грубо говоря, грешить дальше. И вы стараетесь от этой боли избавиться. И опять-таки не понимаете, что вы её закономерно нажили сами. Своим образом жизни, своими мыслями, действиями и прочим, прочим, прочим. Что надо делать? Отрезать это? Или глушить болеутоляющими? Или ещё как-то подстёгивать там ГЗТ, гормонозаменительную терапию? Я вообще это слышу, знаете, вот это какой-то мрак лезет под видом науки. Да я прекрасно свою эту самую гормональную систему подстегнул, восстановил с помощью вот этой вот гимнастики. Ё-моё! Да вы все сделаете не ГТЗ, МТЗ и голова в другую сторону тоже не работает. Вот опять-таки сейчас время. Либо вы гимнастику делаете и здоровые, и в половом отношении всё у вас прекрасно. Либо вы, грубо говоря, вот на этой ГЗТ сидите, сидите на ГЗТ и вроде как-то миритесь с этим делом. Так что болезнь – это даже какое-то благо первоначальное, которое заставляет человека задуматься, а так ли я живу? Ну кто задумывается? Нет? Ты заболел – есть врач. Вот этот врач, он тебя вылечит. Он у тебя… Что у тебя болит? Ага, там что-то по-женски. Он тебе выгребит все эти женские органы, выбросит. Ага, у тебя в животе полипы. Ох, какие плохие полипы. Что-то, что-то непонятно. А мы, значит, отрежем вот этот, одну треть этого самого толстого кишечника. Голанды болят? Голанды вырвем. Можем что-нибудь пересадить. И будешь дальше жить. Но как жить? Сидеть на таблетках, которые твой иммунитет подавили. Потому что иммунитет сразу будет отторгать. А чтоб не было этого отторжения, значит, его надо подавить. То есть, какой ход мысли у вот этих вот направлений по пересадке органов? Чудовищный. Вы вдумайтесь, это чудовищно. И вот это чудовищно. Оно вот так вот прет, 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 прет. И тут какой-то тут этот самый… Генеша что-то тут сказал. Да кто он такой? Да то-то-то-то-то-то-то. А ему вот 70 лет. А он, смотрите, еще так как живчик там, что-то шевелится. А другие там говорили. Да мы вот, он там такой-то этот самый слесарь, тукарь-пекарь. А где они? А нету их уже? Профессоров там, кардиологов там таких. Именитых. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И ленимся. Ленимся, да. Легче, допустим, ага, вот вам сказали таблеточку выпить, да и все там, чтобы лучше перевариваться. Да, выпьем. А от боли, да, вот это выпьем вместо того, чтобы что-то там поделать. Ленимся. Это лень оборачивается. Обижаемся, обижаемся мы уже, связываем себя с источником, на который обижаемся. Мы уже туда качаем свою же жизненную энергию. Мы уже портим вот конфигурацию своей, будем говорить, ауры. С пространством. Из-за этого мы ее исказили. Завидуем. Вместо того, знаете, чтобы вот это слово «зависть» у меня было бы развито до огромных размеров, если бы я, смотря, занимаясь в спорте, меня интересовал один вопрос. Не завидовать его технике, его силе, его другим каким-то качествам. А посмотреть, а как он эту силу приобретает, что он делает. А почему я это не могу сделать? А технику, как он построил, а почему я эту технику не могу освоить? А другие там, допустим, грубо говоря, там питание, отдых и так далее, факторы, которые работают на его жизни. А это почему он сделал, а я не сделаю? То есть не завидовать, а учиться у этих людей, как они это все сделали, приобрели. И вспоминаются слова Коко Шанель. Если у тебя нету, если ты хочешь займить то, что у тебя не было раньше, значит, ты должен жить и поступать так, как ты раньше не поступал. По-новому, чтобы это было. То есть поменяй себя и, пожалуйста, тогда все это к тебе придет. А мы завидуем. И т.п. Все, что посылаем в мир, то и возвращается. Но так устроен наш, наша Вселенная. Она очень интересная, у нее устройство. Тот, кто вызывает волну в ней. Эта волна к нему и приходит. Если эта волна благостная, то она, значит, вернется с соответствующими этими самыми благими вещами для тебя. Пруха пойдет, так называемая. А если наоборот, и все, что-то там такое. Та, грубо говоря, заломает, и все. Все миры в душе, любви Творца. Ну, я бы сказал, все миры в сознании. Ну, душа, сознание примерно, можно так сказать, приравнят. Если не вдаваться слишком в подробности. То есть, в первую очередь, гармония должна быть в вашем сознании. Вы должны быть довольны своей жизнью, которую вы строили в течение всех этих лет. И пришли к этому результату. Вы должны быть довольны. Если вы недовольны, меняйте жизнь. Вот он, мир в вашем сознании. Любви Творца. А для того, чтобы любовь Творца, она... Любовь, вот я живу, вы живете. Это как раз и есть проявление любви Творца. Вы еще живы, вы еще более-менее здоровы. Еще что-то там у вас есть. Вот это его любовь идет. Мы купаемся в его любви. Ну, а в ответ, что мы делаем там, допустим, ну, что-то там, грубо говоря, мусор какой-то подняли. Какую-то благотворительность оказали. Оказывается, знаете, вот благотворительность – это не для того человека, которому вы оказываете эту благотворительность. А это для вас. Потому что, грубо говоря, подавая другому человеку там, пусть он хоть даже пытается вас обмануть. Ну, подавайте, естественно, там, не пол своей там зарплаты, а подавайте, как вы там посчитаете нужным. Ну, это уже проявление. Вот Творец как раз он смотрит, как одна клеточка будет помогать другой. Ой, видите, и он ее тогда поддержит, даст ей еще больше, чтобы она благотворительность проявлялась. Видите, проявляя ее, мы тем самым начинаем показывать свои божественные качества. Потому что Вселенная, она тратит саму себя, давая нам свою жизненную энергию, давая нам, будем говорить, вещества для построения тела, само тело, и все-все-все-все. Она тратит, она жертвует себя в тебя для того, чтобы ты жил. Проявляя тем самым вот такую благотворительность. Вот это как раз любовь, творца. И если мы с вами вот это понимаем, вот этот механизм, тоже проявляем какую-то благотворительность, какую-то жертвенность чего-то другому человеку, то результаты в жизни совсем другие. И я это неоднократно на своей собственной жизни ощущал. Я уже много раз рассказывал, как я в Ростове увидел женщину, ну, когда там, это 90-е годы, она примерно как мать мне была, она стоит перед прилавком с яблоками, яблоки там красивые, и я понимаю, она не может купить ни щита кругом. И я подхожу, выбираю самое большое яблоко, покупаю вот рядом, знаете, вот с ней стою, поворачиваюсь и говорю, это вам. И вы знаете, как бы сказать, не столько эта женщина, как я почувствовал, через меня такая энергетическая волна благодати прошла. И у меня просто одна мысль, и это всего лишь заодно яблоко, но всё должно быть, как бы сказать, к месту и в меру. Вот она, любви Творца внутри себя и к ближнему. Вот как раз мы с вами и поговорили, к ближнему. Ну, и в конце концов, заканчивая этот наш такой довольно-таки длительный видос, тем, что вот если вы чувствуете, что я делаю благое дело, поддержите меня, для того, чтобы дальше этот канал там продолжался, развивался, там что-то такое было, что-то описал, тот же там травник там стругал. Вот эту вот, можно говорить, проявите вот это вот всё, ну и вот, вот как у женщины будет.